МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим о важном и интересном, о том, что волнует каждого из нас. Это Омск.Здесь. Меня зовут Антон Парахин. Здравствуйте. И в ближайшие полчаса мы расскажем о главных событиях минувшей недели. Весна еще не пришла, а паводок уже наступил. Почему топит поселок в Омской области и как город готовится к большой воде? Свои среди чужих и чужие среди своих омичи пытаются через суд вернуть детей, попавших в приемные семьи. Первый раз в первый класс. Во сколько родителям обходится желание устроить ребенка в престижную школу? На чиновников мэрии завели уголовное дело за то, что у них пропал миллиард рублей. Точнее, его не доплатили в бюджет, а городская администрация долг, по сути, простила, заключив мировое соглашение с руководством компании «Стройбетон». Застройщик почти 10 лет назад выиграл аукцион на право аренды земельных участков и после возвел там микрорайон «Амурский-2». Правда, вместо необходимого миллиарда фирма внесла только 200 миллионов рублей. Чиновники департамента имущества сначала подали в суд, а потом пошли на мировую. По соглашению «Стройбетон» освободили от уплаты денег, а договор аренды остался в силе. Уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» уже передали, а в Следственный комитет виновным грозит 10 лет лишения свободы. Договоры аренды действовали. «Стройбетон» осваивал земельные участки, возводил жилые дома. Должностные лица администрации города не могли заключить мировое соглашение, по которому освободили юридическое лицо от внесения законом и договором предусмотренной суммы. Данное мировое соглашение напрямую противоречило интересам как муниципального образования, городской округ города Томск, чем самопричинен бюджет, ущерб. Отмечу, что в тот период должность директора департамента имущественных отношений занимал Юрий Гамбург. Впоследствии его осудили за продажу земли под застройку по заниженной стоимости. Интересно, что сейчас там же, в Чукреевке, неподалеку от торгового центра «Омега», предлагают еще два участка под индивидуальное жилищное строительство площадью 925 и 1484 метра. Поскольку они обойдутся потенциальному покупателю, станет ясно по итогам аукциона, его проведут в ближайшее время. О количестве заявок на аукцион в Минимущество пока предпочитают не говорить. Правда, некоторые специалисты отмечают, что информация о возможности взять эти участки в аренду была не слишком доступна. Поэтому продать ее дорого, скорее всего, не удастся. А это возможность для адвокатов осужденного Юрия Гамбурга настоявать на пересмотре причиненного им ущерба государству. К другим темам. До весны еще далеко регион уже начал оттопить. В поселке Мангут на Зываевского района уже поводок. Если быть точным, там он не прекращался с осени прошлого года. Мимо поселения каждый день проносит более 170 тысяч кубометров воды. Что будет, когда начнет таять снег, которого в этом году больше нормы, спрогнозировать затрудняются даже специалисты. Традиционно большой воды ждут и на севере. В Усть-Ишиме по-прежнему не возвели дамбу, построить которую должны были еще несколько лет назад. Поплывет и Омск. Весь снег, заявил мэр, вывезут к 20 марта, но паводка не избежать. А можно ли минимизировать его последствия, выяснял Дмитрий Куканус. Второй год студотряды помогают одиноким и пожилым жителям частного сектора убрать кубометры снега из двора и с крыш. Хозяева, конечно, приятно удивлены. Большая помощь от ребят. Вот что вы. Слов нет. Ребята все такие хорошие, дружные. Снег убирают, но не вывозят. Но это пока, обещают волонтеры. В прошлом году такое взаимодействие было отлажено уже к концу февраля. Я думаю, что и сейчас мы найдем партнеров, потому что мы открыто сейчас готовы призвать бизнесменов, которые готовы у нас предоставить транспорт, потому что действительно комплексная помощь, она должна быть и с вывозом. Чтобы как-то помочь остальным горожанам и начать вывозить снег из частного сектора, в мэрии стали выдавать бесплатные талоны для въезда на снежные свалки. Получить их можно в администрациях каждого округа. В любой объем, который жители хотят вывезти, пожалуйста, могут группироваться улицы, складчину. Но жители пока не спешат. На полигоны сейчас в основном везут снег из городских магистралей и территорий предприятий. Кому-то кажется высокой цена аренды самосвала и погрузчика – более трех тысяч рублей в час. Кто-то считает, что нужно подождать, пока снег станет плотнее. Его весной вывозить невыгодно, потому что, во-первых, это большие затраты. То есть его будет тяжелее сгребать, его будет тяжелее убирать. Поэтому это просто-напросто фантазия. До прихода календарной весны осталось меньше месяца, но первая отепель может случиться и раньше. Прогноз подтоплений в Омске всегда был неблагоприятным – около трехсот мест. Но весна 2017-го, скорее всего, обновит рекорды прошлых лет. По данным трех административных округов – Советского, Центрального и Кировского – потенциально опасных мест уже 329. Еще 11 улиц повышенного риска находятся в Октябрьском округе. В Ленинском пока еще составляют списки, но вероятнее всего, что не обойдется без подтоплений в дальневосточных его районах – на Сахалине и в Порт-Артуре. Готовьте сани летом, а снег убирайте зимой, чтобы по весне не пришлось запасаться сапогами и лодками. Почему дети не хотят возвращаться к родным родителям, расскажем после рекламы. Оставайтесь на телеканале «Продвижение». Оставайтесь на телеканале «Продвижение». «Продвижение» «Продвижение» Редактор субтитров А.Семкин Это Омск здесь и мы продолжаем. В минувшую среду Омск опять попал в ленты федеральных новостей, упоминали наш город снова в связи с ЧП. В один из домов в частном секторе на 11-й Северной улице ворвался бывший заключенный, недавно вышедший из тюрьмы. 41-летний мужчина захватил в заложники 13-летнюю девочку и, угрожая ей ножом, требовал героин. В этот момент в доме также была пожилая женщина. Сама же девочка успела позвонить в полицию. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, СОБРа и Росгвардии. Территорию цепили, а со злоумышленником начали вести переговоры. В них участвовал и новый начальник регионального управления МВД. После того, как злоумышленник отказался отпустить девочку, его обезвредили. Заложница не пострадала, злоумышленник арестован, а ему грозит до 15 лет тюрьмы. И теперь еще о детях, попавших в трудную жизненную ситуацию. На прошедшей неделе о мечи поразила история о девочке, которая после нескольких лет жизни в приемной семье хочет забрать родная мать. И закон на ее стороне. Оказывается, случаев, когда детей разлучают с близкими им людьми, немало. Дмитрий Ковалев расскажет о таких драматичных историях. Места за столом для этой семьи не хватает. Здесь четверо маленьких детей. Самый старший – 8,5 лет. И Лена – единственный неродной ребенок. Когда девочке было 3 месяца, опекуны забрали ее из тюремной больницы. Родная мать получила срок за убийство и обратилась к знакомым с просьбой воспитывать дочь, пока она не освободится. Это мое, я ее носила, я ее родила, понимаете, я жила с этим 7 лет. 7 лет я жила, я ложилась и вставала с одной мыслью, чтобы мне семью свою наладить, что ребенок у меня там растет. Но опекуны отказываются возвращать ребенка родной матери. За 8 лет полюбили девочку и считают, что сами могут дать достойное воспитание и образование. Но органы опеки непреклонны. Они мне говорят, Татьяна Айвальевна, в пятницу к 10 часам привезите ребенка сюда, соберите ребенку вещи и привезите ребенка сюда для передачи. Я говорю, я ребенка не отдам, я ее воспитываю. Я говорю, она мать родила, да, я это понимаю. А я ее вырастила. Ей 8 лет и 7 месяцев. Я ее вырастила. Тут еще меня любят. Вова плачет. Когда он узнал об этом, он меня приедет, заберет. Он плакал. Вара плакала. Сказали, мы тебя не отдадим никому. Взрослые просто не смогли договориться о встречах с ребенком. И теперь две семьи не общаются. Биологическая мать не лишена и не ограничена в родительских правах. А значит, опекуны незаконно удерживают ребенка. В ситуации, когда взрослые не смогли найти общего языка, будет разбираться суд. Я осознала свою ошибку. Хочу своих детей назад вернуть. Ошибка Елены Горбановской – алкоголь. Она лишена родительских прав. Пить женщина начала после гибели мужа и пожара, который уничтожил их дом. Двух малышей воспитывала ее родственница. Ольга Смоленцова почти три года растила дошколят. Но однажды воспитатели увидели на ноге старшего из братьев синяки. После этого детей у опекунов забрали. Завели уголовное дело. Потом мне выдали на руки бумагу, что состава преступления нет. И то есть моей вины нет. И в общем, как бы все. Я на основании этой бумаги адвокат не составила исковое заявление. Я подвела его в опеку, чтобы, ну что незаконно меня лишили. Мне, значит, отклонили. Детей не вернули. Они сейчас живут в другой семье. Единственный шанс снова встретиться с мальчиками – восстановление родительских прав матери. Но на это нужно время. Минимум полгода. Примерно столько же своих детей не видела Зухраба Киева. Органы опеки признали, что ее дом просто опасен для малышей. За семь месяцев они сменили три места жительства. Сначала мы поехали в гармонию. Потом нас отвезли... Ну, какая-то женщина взяла опекунство. Потом взяла опекунство моя родная тетя. Ну, вот мы у нее жили. Ну, где-то четыре месяца. Когда идет период адаптации, о развитии психики, о развитии личности сложно говорить. То есть настолько, насколько психика ребенка адаптируется, в этот момент, естественно, могут страдать умственные способности, специальные способности, да. Ну и те закономерные этапы развития, которые предполагаются возрастом. В родной дом дети вернулись только после того, как мать смогла найти работу, сделала ремонт и заручилась поддержкой близких. У меня были нервные срывы, у меня были два... Хотелось совершить два суицида, но я брала себя в руки, поддерживал меня сын мой старший, соседи, сестры, телефонные звонки родственников, отец. Вот дети меня поддерживали, говорили, что мама, мы тебя любим, мы тебя ждем. Дмитрий Ковалев, Евгений Русенко и Дмитрий Головко. Омск здесь. Мэр Двораковский в минувшую среду назвал нынешние отношения между городской администрацией и областной властью меньшим злом, чем это было при предыдущих городоначальниках и губернаторах, который сравнил с отношениями Украины и Донбасса. Когда мы начали работать, мы для себя приняли решение, что мы никогда не будем источником противостояния ни с какой администрации, ни с областной, ни с федеральной, ни с какой. Проблема того, что у нас происходит, да, вот обсуждения этого было очень мало, если бы сказать, что вообще не было. Вы понимаете? Вот. Но это уже меньшее зло, нежели прежде, когда два уровня власти, что называется, Донбасс-Украина. Напомню, в последнее время губернатор Назаров не стесняется открыто критиковать мэра Двораковского, и, возможно, такой пассаж городоначальника можно воспринимать как знак примирения и нежелания обострять конфликт. Тем более, что вскоре губернаторы будут вести антикоррупционный контроль за главами муниципальных образований и даже ставить вопрос о прекращении их полномочий. Такой законопроект одобрила Госдума. Кстати, откровенничал Двораковский на встрече с узким кругом журналистов СМИ подконтрольных городской администрации. Других не пригласили. Обделенные вниманием мэра связали это с нежеланием отвечать на неудобные вопросы. В пресс-службе же мэрии нам объяснили ситуацию, нехватка мест в зале и пообещали, что на следующую программу Вячеслав Двораковский придет в эту студию. Что ж, ждем. У нас-то места хватает. На этой неделе в суде рассматривали очередной иск частного перевозчика к мэрии. Разбирательство продолжается. Чиновникам и владельцам коммерческих маршрутов договориться пока, похоже, не получается. В чем причина и, как по мнению самих предпринимателей, нужно организовывать пассажирские перевозки в Омске? Об этом мы поговорим с руководителем саморегулируемой организации омской перевозчики Владимиром Геворгианом Владимиром Геннадьевичем. Здравствуйте. Владимир Геннадьевич, вот в этой самой студии в начале декабря мы общались с новым руководителем департамента транспорта Алексеем Мертоненко. И вот тогда задачу ведомства он обозначил, как не навредить частникам, не поддержать только муниципальный транспорт, а сделать все для удобства пассажиров, в первую очередь. Вот на ваш взгляд, получается, нет и почему? Мы видим, что слова и дела кардинально расходятся. То есть буквально после вот этих первых интервью, вот, наши средства массовой информации города Омска пестрят тем, что директор департамента работает только на муниципальный транспорт. Вот, частники ему не нужны, это враги, это перевозчики, которые забирают пассажира. Вот, пассажиров всех надо насильно пересадить в салоны муниципального транспорта и собрать все деньги. Вот, вот это то, что мы видим в течение двух месяцев. То есть и перевозчики сделали вывод, что директора департамента Мертоненко поставили для того, чтобы уничтожить частный бизнес в Омске. Первое, это отмена маршрутов. Второе, это изменение маршрутов в угоду непонятно кому. Я приведу свой пример. 359 маршрут в ноябре месяце приняли решение изменить конечную. Я предупрежден об этом, только через полгода вступает. Мне приказом директора департамента положили договор, положили приказ, или с 1 января едешь, или мы с тобой расторгаем договор. Вот, вот это вот второе. То есть закон здесь не играет роли, приказ директора департамента выше закона федерального 220-го. А если вернуться вот немножко в 13-й год, когда проведен был конкурс, и мы брали на себя обязательство заменить автобусы «Газель» в течение трех лет на автобусы выше класса. Выше класс тогда признавался это вместимость. В 2014 году устав автомобильного транспорта отменил этот критерий и назвал автобусы все по классам, по длине. То есть до 5,5 это автобусы особо малого класса, с 5,5 до 7,5 любые автобусы любых марок это малый класс. И только выше 7,5 там средний класс и дальше большой. Поэтому и «Газель», и «Форд», и «ПАЗ» это все малый класс. А нас обвинили, что мы не поменяли автобусы малой вместимости на автобусы выше вместимости. То есть формальный повод, закон этого не позволяет. И понятно, что никто из перевозчиков с этим мириться не будет, и будут продолжаться иски и все остальные законные методы. Что суды говорят по этому поводу? Суды, вы знаете, вот первые иски, которые подавали перевозчики, они подавали их, неправильно подавали их, то есть формулировали. Они оспаривали закон, вернее не закон, а документ планирования. А зачем его оспаривать? Документ планирования в соответствии с 220 законом должен быть в городе. И мы его не оспариваем. Но это всего лишь документ планирования. Это как вы планируете купить кухню. Ну хорошо, планируйте. А вы ее купили? Нет. Точно так же документ планирования не отменил те 27 маршрутов. И поэтому перевозчики продолжают работать на законном основании. А их всех уже априори назвали нелегалами. Есть некий конкурс на какой-то маршрут. Заявляясь туда предприниматель, допустим, а можно туда заявить, скажем, 100 машин, да, предприниматель говорит, у меня есть 50. И выигрывая конкурс, заявляет 50 машин официально. Затем неофициально выпускает еще 10-15 машин, либо своих, либо сдает в аренду возможность ездить по маршруту. Соответственно, неучтенная прибыль, недоплаченные налоги. Вот как с этим бороться? Может быть, как раз вот из-за таких случаев, в том числе Мартыненко, и как глава департамента завинчивает гайки? А вы знаете, вот тут простой пример. Вот компания «Автосила». Когда-то, когда она пришла, ей объявили временный конкурс, или как временный допус на полгода. Она получила этот допус, зашла там на маршруты, на свои, на муниципальные. То, что у них автобусы не новые, а бэушные, но они автобусы. Для них вот открывали все двери. Определяли количество автобусов для них. Там 15, 12 и так далее. Вторую часть ставил муниципальный парк. Муниципальный парк в итоге обанкротился, работая на этом маршруте с автосилой. С помощью, естественно, департамента транспорта. И убрал свои автобусы на другие направления. А автосила добавила. На сегодняшний день на маршруте номер 20 стало 37 автобусов. Мы видим, мы пассажиры, да, видим, что проезд делают по 22, по 20, по 19. Возникает вопрос в голове, ну, не в убыток же они себе работают. Получается, изначально могли дешевле. Вот как с этим быть? Просто, чтобы не путать пассажиров, была определена одна цена. Кто-то при этой цене работал в плюс, кто-то в минус. Чтобы понять, за 22 честный перевозчик без субсидий работа не в убыток? Может, но в убыток или не в убыток? Может возить. Вот, может. Потому что у каждого перевозчика своя себестоимость. Кто-то планирует в этом году купить транспорт, кто-то не планирует. Вот тот, кто планирует, ему будет мало. Кто не планирует, он обойдется. Какое оно, оптимальное сочетание муниципального транспорта и частного, вообще возможно ли это? У департамента транспорта нужно исключить функции финансово-хозяйственной деятельности. Потому что он и организатор перевозок, он и болеет за муниципальные предприятия, финансирует их, покупает топливо, выдает зарплату и так далее. И он, естественно, выбирает их в первую очередь. А он должен выбирать пассажира, а потом выбирать перевозчика. Поменять принцип абсолютно. Это первое. Нужно изучить пассажиропотоки, где пассажиры пользуются транспортом и где, какой необходим подвижной состав и какие направления. Вот это второе. Третье, под это, не нарушая федеральное законодательство, имеют договоры людей-карты провести новые маршруты на новые направления. Видоизменить старые, по договоренности, по компромиссу, еще как-то. Все возможно достичь, но для этого нужно работать, а не диктовать условия. Нам бы хотелось тоже встретиться с мэром и рассказать, какие мы на самом деле партнеры. Вот не просто, чтобы он с муниципальными предприятиями встречался там с кондукторами, с водителями, а пусть с нами встретятся, с нашими коллективами. Мы ему предоставим такую возможность. Вот. Было бы желание. Спасибо большое, что нашли время и пришли в нашу студию. А после рекламы мы расскажем, сколько родителей готовы заплатить, чтобы устроить ребенка в нужную школу и о чем чиновники предпочитают не распространяться в соцсетях. Продолжение следует... H.P. IP. Город звучит. Хорошо там, где есть Радиодача. 101.0 FM в Омске. Радио «Сибирь». 103.9 FM в Омске. На этой неделе в школах начали принимать заявления от родителей будущих первоклашек. В Омске в этом году первый раз школьный звонок услышит около 14 тысяч детей. И хотя до осени еще далеко, подготовка начинается уже сейчас. Самое основное. Не тетради иранцы, а выбор школы. Учиться в той, где и мебель поновее, и преподаватели сильнее хотят многие. Официально ребенка можно устроить в ближайшую к дому школу. Но на деле возникают проблемы. На них жалуются родители во многих городах. Так, например, в Новосибирске. Ради места в школе семьи ночуют возле учебных заведений. В этой очереди к 8 утра оказалось 154 человека. Зачастую возникают скандалы. Доходит и до драк. Терять место в очереди, а с ним и шанс на место в престижной школе никто не хочет. И порой отчаявшиеся родители готовы на радикальные меры. На какие именно они делятся друг с другом на форумах. Вот несколько вариантов, взятых из обсуждения мам и пап будущих первоклашек. Вариант первый. Самый простой, но удобный далеко не для каждого. Просто пойти в школу и в приватной беседе с директором предложить материальную помощь заведению в обмен на место. Цена вопроса договорная. Вариант второй. Прописаться в нужный дом. Делается это временно, скажем, на три месяца. Этого срока хватит, чтобы попасть в желанную школу. Цена вопроса доходит до 25 тысяч рублей. Вариант третий. Для ленивых или боязливых. Обратиться в агентство, где все вопросы решат за вас. Цена за услуги до 30 тысяч рублей. Добавлю, эта информация, найдена на форумах, мы ни в коем случае не призываем действовать именно так. К слову, осторожнее вести себя в интернете стали и чиновники. Высказывания в соцсетях не раз становились причиной отставки крупных функционеров. Так, в августе 2014 года своей должности лишился замминистра экономического развития Сергей Беляков, написавший, что ему стыдно за заморозку пенсионных накоплений у россиян. В феврале 2015 года в отставку ушел вице-губернатор Орловской области Александр Ревякин, который похвастался в соцсетях новогодним ужином с фуа-гра в ресторане «Гранд Паб» в Карловых Варах, что вызвало волну возмущения у жителей региона. Ну а до 1 апреля российские чиновники вовсе должны будут отчитаться о своих аккаунтах в социальных сетях, блогах и форумах. Мои коллеги изучили страницы руководителей омских региональных ведомств. Только в социальной сети ВКонтакте можно найти более 16 тысяч аккаунтов Владимира Путина. Но, как известно, президент России не имеет личных страничек в соцсетях. В отличие от него, председатель правительства Российской Федерации – активный пользователь интернета. Помимо блога в Твиттере, Дмитрий Медведев ведет страницы в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграме. И, кажется, следует современному тренду «не запостил, не было». Поэтому среди фото на его странице и ужин с президентом, и просто декабрьский вечер. Одним из первых чиновников Омской области, который вышел, так сказать, в народ через соцсети, стал бывший первый заместитель председателя правительства Омской области Андрей Бештанько. К введению своих страничек в Инстаграме, Твиттере и ВКонтакте он, можно сказать, подошел с душой. И даже сегодня теперь уже заместитель руководителя департамента социальной защиты населения Москвы размещает новости о политике, активно отвечает на комментарии и делится семейными радостями. Показать себя с новой стороны с помощью соцсети попытался и губернатор Омской области. После первого селфи на Соборной площади в Инстаграме Виктор Назаров запостил домашнего любимца с подписью «Блог без кота, не блог». Но на этом горячее желание быть ближе к народу в сети, кажется, остыло. Может, у самого главы региона, может, у тех, кто введет его страницу. И, судя по фото и отсутствию живого общения с сетевым сообществом, личная жизнь губернатора оказалась спрятана за официозом. Его же заместитель Владимир Компанейщиков активно переписывается с френдами. У него их 530 в Фейсбуке. Признается, используя его как некий дайджест различных СМИ. Это большая новостная доска, которую подбирает не редактор, а сам я. Но на своей странице, кроме аватарки в гидрокостюме, вот он, старается не оставлять следов о своих хобби, привычках и пристрастиях. В Фейсбуке на странице министра финансов Омской области Вадима Чеченко ничего личного и откровенного. Одно только фото туриста в темных очках на фоне пальмы. А аккаунт в Инстаграме и вовсе закрыт от посторонних глаз. Хотя для друзей есть 52 публикации не активного пользователя, а активного человека, который любит путешествовать, преимущественно по России. Среди чиновников администрации города немногие решаются выйти в сеть. Директор Департамента общественных отношений и социальной политики Радмила Мартынова, кроме отчета с официальных мероприятий, заседаний, публикует и фото с любимой внучкой. Заместитель начальника управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства Департамента городской экономической политики Владимир Дорохин в Фейсбуке публикует свои стихи и предлагает оценить лирику. Чиновники Омской области только начинают осваивать блоги как способ коммуникации с аудиторией, но признают, в современном мире это уже необходимость. Ведь где, как не в сети, можно выяснить, что на самом деле о тебе думают? Даже с помощью стикеров в мессенджере Телеграм. Пусть вам не придется ничего скрывать, только хороших вам новостей, до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин